Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников, их автобиографии, рассматривать картины. Николас Гизис, один из наиболее известных греческих художников 19-го столетия, живописец и график академического направления. Я цитирую Википедию. Николас Гизис родился в семье Стеллера, 1 марта 1842 года. В 1865 году получил монастырскую стипендию и поехал в Мюнхен с целью продолжить образование в Академии изобразительных искусств, считавшейся во второй половине XIX века одной из лучших в Европе. В октябре 1865 был принят в класс древности Германа Аншутца в Академии. В 1869 году в Мюнхен приехал Гюстав Курбе. И Гизис познакомился с выдающимся представителем современной ему французской живописи. В 1872 художник вернулся в Грецию. Жил в Афинах, где его принимали как признанного мастера. В 1873 он с другом совершил путешествие в Малую Азию, после чего опять поехал в Мюнхен, где с 1882 года и до своей кончины преподавал в Академии. Постоянным местом жительства остался Мюнхен. В 1878 году он завоевал медаль третьей степени на Парижской всемирной выставке за картину обучения детей в Греции. В 1888 году ему было присвоено звание профессора Академии изобразительных искусств. Его учениками были известный художник Стеван Алексич, Октав Бенчили, Штефан Папеску, Николова Свокос, Людек Марольд, Станислав Мацки и Италия Флора Каравия. Гизис писал пейзажи, датюрморты, портреты, плакаты, создавал книжные иллюстрации и карикатуры, писал картины на мифологические, исторические, религиозные темы и аллегорические сюжеты. Но более всего известен как мастер живописи бытового жанра Мюнхенской школы греческой живописи. Работа художника пользовалась спросом не только в Германии, но и в США, Англии и Греции. Изображение картины Гизиса «Тайная школа» было помещено на греческую банкноту достоинством в 200 драхм. Умер 4 января 1901 года в Мюнхене. Ну вот так вкратце из переводной екипедии о известном греческом художнике 19 столетия живописи графики агенемического направления Николаус Гизис. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.